И всем привет, с вами я ФГОТ, и это максимально неожиданно, но это гайд. Первый гайд за месяца два или даже три, возможно даже больше. Я буду какое-то время, возможно, еще долгосрочно буду снимать гайды и прочий контент по Roblox Studio, так что сегодня я вас научу делать видео в Roblox, ну, вы знаете, что недавно, ну буквально полтора месяца назад, может две недели назад, где-то так, ну, полмесяца назад, добавили функцию добавления роликов, и я просто не мог упустить возможность вам рассказать, показать, как это сделать, как с этим работать и с чем мы столкнулись. Для начала, чтобы приступить к работе, нам нужно зайти в Create Library и тут видео. А пока что самому, ну, самому пока что до момента 11 октября 2020 года нельзя заливать свои ролики даже за Robux. К этому имеет доступ только ограниченное число людей и сам Roblox. Так что, если вы смотрите в 2021, в принципе, я думаю, вы сами догадаетесь, что нам будет зайти в Migrations, видео, если там уже заливать видео за Robux. Потому что бесплатным оно точно не будет. Но пока что этой функции нет, и мы довольствуемся этими 18 видео. Но я вам расскажу одну тайну, секрет, я не знаю. Это Sort By, видите, есть такая фича, нажимаем Best Selling, и палятся нам все видео, которые вообще существуют, то есть от no-name'ов всяких и не no-name'ов. Вот Black Lives Matter давайте. Я его возьму для примера, потому что я толерантнее на Black Lives Matter. Все, плюс монетизация, там 500 баксов за один просмотр, видео продвигается в тренды. В общем, чтобы использовать на видео, нам нужно взять его, все, нажимаем на кнопку толерантности, и мы получаем это видео. Дальше мы заходим в Roblox Studio, ставим какой-нибудь парт, я не знаю, ну где будет играться наше видео само. В общем, я сделал качество немного получше, так вот. Берем парт, я не знаю, там вообще любой абсолютно. И нажимаем плюсик, здесь, здесь, Surface GUI. Это обязательно без этого не будет работать. Surface GUI, я, по-моему, вам рассказывал, что она делает, это типа вид, изображение, картинок, видео и прочего. В данном случае Surface GUI это картинка, декол или прочее, что-то на какой-то стороне объекта, ну на полигончике, так сказать. Например, на этом полигончике, на, вот, ну, на любой стороне парта, в общем. Нажимаем на Surface GUI плюс, и тут должны найти видеофрейм. И, в общем, тогда, по идее, у нас, вот, видео, а, стой, стойте, извините. Заходим в, заходим в инвентарь, вот он в Toolbox находится. И вот, воу, сколько, сколько, много добавилось. В общем, нажимаем My Videos, либо Group Videos, если потом в будущем можем создавать самому ролики. А пока что нажимаем My Videos, нажимаем на Black Lives Matter. Вот, и вот мы можем уже посмотреть, что, что-то у нас появляется, так. Вот, удаляем старый видеофрейм, но можно, в принципе, и скопировать ID, сейчас я вам покажу, как это. Вот, видео копируем, можем удалить вот этот вот, то, что мы взяли. И просто вставить видеофрейм, ничего не изменится, вообще. Но только я вам советую, всё-таки, лучше вот так вот брать и вот так перетаскивать. И вот, тогда мы нажимаем, смотрите, Play Here. Ну, такая кнопочка, кто не знал, чтобы мы начали играть. Там, где мы выбрали, ну, там, где камера стоит. В общем, возле камеры нашей. Так, у нас прогружается Black Lives Matter. Но, есть один подвох. Тут не всё так просто. К сожалению, автоматически ничего не играется. Нам нужно зайти в само видео, и тут будет много... А я же даже немного так увеличиваю. Тут будет много всяких настроек. На самом деле, тут нет ничего сложного. Если вы знаете английский, то это для вас рай. Но, вы и так, наверное, всё знаете. Но лупит, это... То есть, если видео заканчивается, оно будет проигрываться дальше. Ну, то есть, по новой. И так до тех пор, пока Black Lives Matter не станет актуальным. И playing, то есть, будет играть оно. Если мы сделаем вот так, тогда один раз сыграет и исчезнет. Либо остановится. Я, если честно, не пробовал, но... Сами узнаете, это для вас такой эксперимент, мамец. И вот, ну, то есть, вы поняли. Playing, это будет ли играть вообще в видео, и лупит оно, будет повторяться или нет. Тогда нажимаем вот так вот сейчас. Опа. Вот, это видео, как по мне, где-то в 1080p. Тюре в 2К. Хотя, ну, где-то в 2К, на самом деле. Но не суть. Есть одно маленькое дно. Но. Что из-за этого видео у вас может подлагивать... Роблокс или же само видео. То есть, вы видите, что даже на низких настройках мини-фрезы есть. Так. Даже на высоких еще больше фрезы. Но у меня ничего особого не открыто. У меня открыт бандикам, Роблокс-студия и браузер. Так что, мой ПК вообще не нагружен. А у меня ПК не слабый. Так что, вот. Возможно, это только у меня. Я не прав. И на самом деле, просто у меня Роблокс-студия умирает. В общем, вот. Это первый вид. Давайте. Как сделать, чтобы на экране у нас было это видео. Где-нибудь. Вот. Просто на весь экран. Добавляем в стартер GUI. ScreenGUI. ScreenGUI это спектр каких-нибудь объектов, которые мы туда добавим. Ну, элементов интерфейса. Например, меню там. Интерфейсы. GUI-шка там. Health и прочее. Ну, хпшки. И сама по себе ScreenGUI ничего не делает. Давайте я назову по-толерантному это. Потому что у нас само видео толерантное. И мы просто перетаскиваем это видео вот сюда вот. И мы можем увидеть вот так вот, где будет играться видео. Да. Скрипт я, наверное, удалю, пожалуй. И давайте нажмем на Play Here. Ну, неважно. Play или Play Here. В принципе, особо разницы нет. Вот. У нас довольно-таки криво сделалось видео. И оно не играет. Потому что мы забыли все-таки включить галочку True. Ну, вернее, Плейнг. Как это передвинуть? Если нажать на видео, тут есть такой параметр, как Position. А также Scale, то есть размер. К сожалению, это все вручную придется настраивать. Вот я сейчас пытаюсь найти пропорции идеальные. В общем, я выровнял приблизительно размеры. Если вы будете делать свою игру, то это уже понадобится более профессионально все это делать. И уже использовать другие навыки свои. Потому что это не оптимизировано под все мониторы. Но это не гайд по гуишкам, а просто рассказ о видео. Тогда нажимаем Play. Ну, я так, просто навскидку сделал за минуту. Так, настроил гуишку, чтобы было видно. Также можно ее там как-нибудь настроить. Вот. Результат довольно-таки неплохой, на самом деле. Только вот тут маленькая щель, вот сверху, вот Roblox уже не дает вышить сделать. Можно сделать потом какую-нибудь черную полосу или еще что-то. И если это видео вам помогло, и вы хотите продолжения, только мы уже будем скриптить видео. Буду все объяснять хорошо, на нормальном языке. В принципе, каждый может понять и научиться скриптить видео. Но это зависит от вас и от ваших лайков. Так что с вами был Fugot и всем пока.